Приветствую вас! Буду с вами предельно честен, крайне бурный, получился, рассказ. Я его сейчас, наверное, перечитаю, потому что, если не перечитывать, то можно запутаться немного о том, что вы пишете, мне об этом не хотелось, поэтому я его сейчас перечитаю. Вообще, предельно перечитывать, хочу немножко сказать, знаете, вот, у меня такое ощущение возникло, да, что, знаете, вот не очень-не очень такая, наверное, будет приятная аналогия, но вы меня извините, заранее повторюсь, я не хочу вас обидеть, но вот такой образ возникает, я, наверное, хотел бы его озвучить. Хочется, надеюсь, что, по ходу, ну, по ходу моего ответа вам будет понятно, почему у меня возник такой образ. Вот у меня образ шарика пинг-понга, понимаете, вот, даже не пинг-понга, а пин-бола, пин-бола. То есть, это шарик, который, вот, он, вы знаете, от всего отскакивает, от всего отталкивается, вот. Он, вот, очень такой юркий, такой быстрый, вот, но он от всего отталкивается, от всего отскакивает этот шарик. Вот, знаете, у меня вот такое же впечатление складывается, как это не печально, про вас. Почему? А вот на вопрос о том, почему, ну, как бы, да, вот на вопрос о том, почему, я надеюсь, что вы сможете получить ответ, как раз таки, по исследовав, эм, то, что я расскажу дальше. Потому что я надеюсь, что, ну, я надеюсь, надеюсь, что вам это будет достаточно интересно, надеюсь, что вам это будет, эм, достаточно полезно. Я надеюсь, что вы сможете для себя что-то из этого, э, ну, что-то извлечь из, э, вот, того, что я вам скажу. Итак, э, поехали, потихонечку, потихонечку, э, начинаем, значит, с мая месяца я работаю в офисе. А, знаете, вот, вы пишете, что, ну, работаете, вот, вы пишете, да, что работаете, вроде как, э, что, вот, вы работаете в офисе. И, ну, с одной стороны, я вас, э, понимаю, с одной стороны, но с другой стороны, у меня не возникло такого ощущения, э, такого ощущения, что вы работаете. Вот, с другой стороны, у меня больше возникло ощущение, что вы, э, э, ну, пытаетесь какую-то свою проблему решить, вот, какое у меня возникло ощущение, честно говоря. То есть, здесь возникал вопрос, простите, а вы работать пришли? Или, э, э, что вы пришли делать? То есть, одно дело, если вы, э, пришли работать, тогда, тогда нужно, значит, нужно что? Да, нужна, нужна мотивация, вот, э, значит, ну, нужна направленность, э, нужны, э, цели, да, то есть, ну, вот, как бы, э, все вот это вот нужно. Тогда. Вот. А у вас, у вас, как бы, нет, по моим ощущениям, этого. Вы про саму работу, если вот обратите внимание, про саму работу, вы практически не говорите. Вот. Вот. А, как бы, про саму работу, если вы обратите внимание, э, у вас ничего, что она вам интересна, что вам нравится она. И, может быть, может быть, может быть, это, конечно, просто совпадение, я могу предположить, что это просто совпадение. Но, кажется, что сама по себе работа вам не так, не так интересна и не так важна. Вот. Хотя, хотя, я могу ошибаться. Хотел бы ошибаться здесь. За одной работой работает парень, есть насчет него вопрос? Здесь аноним. У вас, я боюсь, э, в какой-то степени не совсем верное понимание работы психолога. Дело в том, что мы, психологи, не рассматриваем то, что касается третьих лиц. Мы рассматриваем, в основном, то, что касается непосредственно людей, которые обращаются к нам. Вот обратился бы к нам этот парень, спросил бы он нас о то, что его интересует и волнует, мы бы ответили. А так, я боюсь, что не можем мы это сделать, потому что это немножко неэтично. С той точки зрения, что, ну, во-первых, обсуждение третьих лиц, да, как бы это не очень этично, с точки зрения профессиональной этики. Вот, это первое. Второе, это, как бы, неэффективность, да, ну, потому что это всегда отсутствие, прямую обратную связь при работе такого типа. И, значит, это суррогат решения собственной проблемы клиента. То есть, условно говоря, если клиент вы, а на ним и вы обращаетесь за помощью, то следуя такой вот логике, какой вы следуете сейчас, проблему свою, вы не решаете. Я не могу сказать, что вы ее усугубляете, обязательно. То есть, нет, а, ну, не обязательно, что вы ее усугубляете, не обязательно. Как бы, эм, как бы, обязательно в ее усугублении проблемы нет. Но то, что вы стоите на месте в решении своей проблемы, она, безусловно, есть. Это факт. И очень часто, к сожалению, бывают вот такие эпизоды, когда человек вредит себе тем, что пытается решить, ну, пытается понять, там, третье лицо. Вот, потому что, эм, часто связано это с тем, что человек откровенно просто не доверяет сам себе. Вот, ну, просто вот сам себе не доверяет человек, и все, как бы. Вот, просто, эээ, просто человек, эээ, не верит, эээ, себе обносится, человек не может, эээ, положиться на себя. Просто человек, эээ, не может, эээ, признать, эээ, ну, своих, эээ, чувств определенных. Вот. И, эээ, соответственно, эээ, ему нужно подтверждение, вот, из, ну, извини, на подтверждение, вот, эээ, другого человека. А без этого ему сложно, эээ, сложно принять решение, эээ, сложно сделать, эээ, какой-то вывод, сложно сделать выбор. То есть, много таких, вот, есть, эээ, нюансов, ээээ, к сожалению, к сожалению. Вот. Поэтому, ээээ, именно, вот, по этой, эээ, причине, да, ээээ, ваш вопрос про, ээээ, парня, он такой, вот, не совсем, ээээ, тема, не совсем для психологов. Вот. Потому что обсуждая этот момент, мы не обсуждаем, эээ, вашу проблему, а не обсуждая, не обсуждая вашу проблему, мы вам, условно говоря, не помогаем. А если мы вам не помогаем, то мы не занимаемся, эээ, своим делом. Вот. А если мы не занимаемся своим делом, значит, мы непрофессиональны. То есть логика здесь довольно-таки простая и надеюсь вам она будет ясна. Дальше. Он странно себя ведёт, веществует. Ну опять же, как бы следуя этой логике, которую я уже озвучил, странность поведения заключается, как правило, в непонимании этого самого поведения. То есть если вы, например, не можете понять, почему человек ведёт себя тем или иным способом, даст, почему человек ведёт себя вот так, а не иначе, то здесь скорее всего просто-напросто недоверие себе. То есть вы именно себе не доверяете. Вы именно боитесь что-либо признать. Ну может быть не что-либо, а боитесь, вы боитесь что-то признать. Просто вот что-то признать вы боитесь. Вот. Вы боитесь себе довериться. Ну, по какой-то причине вы боитесь, вы боитесь себе довериться. Есть основания, сто процентов есть основания, почему вы боитесь себе доверять. Но то, почему вы себе не доверяете, нужно исследовать. Обязательно. Только так можно понять вашу проблематику. Вот. Только таким образом можно с ней разобраться, грубо говоря. Понимаете, да? О чём идёт речь? Больше идём. Во время карантина в субботу и воскресенье автобус не работает, он мне звонил утром, что за мной заедут домой. И сейчас карантин отменили, и он больше не звонит. Ну, нет повода. У меня есть парень, и он обращен на другой. Я не очень понял, что это значит. Вы пишите, у меня есть парень, и он обращен на другой. Честно говоря, не очень ясно, что вы имеете в виду. Если, если у вас есть парень, то он не может быть обращен с другой. Если он обращен с другой, то он не ваш парень. Понимаете? Какая штука. Так что здесь немножечко противоречия наблюдает. Как мне кажется. Я бы хотел это противоречие разрешить. Так он, он ваш парень. А как тогда он обращен с другой? Вот. Причем, этот парень, который не то ваш, не то обращен с другой, связан с другим парнем, который звонил вам подупредить, что за вами заедут. Что-то вроде любовного треугольника. И что самое главное про работу уже здесь мало кто помнит. Как бы уже давайте будем честны. Да? Не столь уже и не столь уж и важно. Ээээ, там, вот, ну, как, как, как вы работаете, да, и что вы делаете там на работе. Вот. Ну, не столь это варень. На самом деле, этот момент очень, очень, очень важный. Дальше. Идем. Эээ, так, эээ, уже несколько дней, как он случайно или специально не знаю, произносит моё имя. Это, я так понимаю, вы говорите про парня, который ваш, но который вроде как обручен с другой. Если я правильно вас понял. Если я правильно вас понял, то вы об этом. Я надеюсь, конечно, что вы об этом только хвалите. Потому что в противном случае, в противном случае, я уже немножко заботился. В противном случае. Ну, надеюсь, надеюсь, что понял вас тут. Верно. Ну, по крайней мере, этого было бы хотелось. Так. Итак. Вы пишите, что парень, который обручен с другой, проявляет в вашей... Хорошо. Со мной работает девушка. Вчера утром он пришёл, и мы обе были там. Но он поздоровался только со мной. Кто он? Парень, который работает с вами или парень, который обручен? Так. Потом, когда уходил, девушка тоже поздоровалась. Я, разговаривая пару раз случайно, произнес не её имя, а моё. И что дальше произнес он ваше имя, а не её, и какое это, извините, имеет значение для вас? Ну, то есть, какая разница, чьё имя он произнес, ну, парень? Какая разница? Вот, ну, лично вам, лично вам, например, какая разница? Я вот что-то не очень как-то вот понял этот момент. Какая вам разница, что это для вас, ну, значит, что произнесли ваше имя, а не её. Так, дальше. Сегодня он пришёл сделать документы нам. Девушка начала спрашивать, когда у него сладбон, сказал через восемь дней. Она спросила, а выбрали место, где будет сладбон, сказал нет. И опять случайно произнес моё имя. Ну, в общем-то, не сложно догадаться здесь, к чему вы клоните, да, не сложно, да, совсем не сложно догадаться, к чему вы клоните. Я мог бы только сказать следующее, что, да, речь идёт, вероятно, о неких побавленных чувствах. Да. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего, речь идёт о некоторых подавленных чувствах со стороны, там, молодого человека или вас. Не столь это важно сейчас, сейчас. Вот. Но факт в том, что эти чувства подавлены человеком. То есть они натурально подавлены, эти чувства. То есть, может быть, может быть, они есть, может быть, их нет у товарища к вам. Но суть, суть заключается в том, что они чувства у него подавляют. И подавляются они у него достаточный сын. Условно говоря, если бы они не подавлялись, то не было бы такого со стороны человека, да, что он, там, ну, вот, вёл бы себя, ну, вот, условно говоря, таким образом, да, то есть, ну, он бы, вот, ну, не вёл бы себя так, как он ведёт себя сейчас. В том смысле, что он был, ну, возможно, более последовательным в своём поведении, да, более, так сказать, осозненным, более открытым и понятным. А так, получается, что он вроде как выходит, точнее, вроде как он женится на одной, произносит ваше имя. То есть, это немножко, вот, такая позиция несколько, я бы сказал, двойственная, странная, и вроде как, вроде как судит о том, что человек не готов самостоятельно делать выбор. То есть, человек не готов окончательно делать выбор сам. Вот, и это на самом деле довольно такой, я бы сказал, критичный момент, потому что, потому что он нерешительный, я имею в виду мужчина нерешительный, нерешительный мужчина может причинить женщине достаточно много боли, ну, просто вот тем, что не может там решиться на какие-то действия. Дальше. Потом она девушке сказала, что ещё восемь дней есть, чтобы подумать, что всё может быть. Вечером, когда я выходила на пятом, ну, вы обратите внимание, что он говорит, а вы это слышите. Почему так странно? Вот так, я попросил, не хотел видеть, он бросил дверь и на дверь, вот думаю, что у него в мыслях. А у него, у кого? Если вы о двух парнях говорите, а получается, что говорите как бы об одном. А вот и думаю, что у него в мыслях. А какая разница вам? Дальше. Мой парень даже к нему ревновал. А какой парень? Почему ваш парень ревнуется, если он обручён с другой? Я могу допустить, что вы ошиблись, что в действительности вы хотели сказать, что этот парень, который работает в офисе обручён с другой. И он вот, у него через восемь дней свадьба, а он вот ведёт себя таким образом. А ваш парень, который не обручён, он ревнует. Если так, тогда возникает вопрос всё равно. Чем вам интересны мысли молодого человека, который женится через восемь дней? Почему вам это интересно? Ваш как-то это трогает? Вас как-то это волнует? Вам это как-то, может быть, не знаю, нравится? Вам это приятно? Или что? Ну вот, давайте постараемся подумать на эту тему. Да, просто постараемся подумать. Просто постараемся разобраться в этой ситуации. У вас есть парень, которому вы говорите о том, что другой мужчина просто звонит по-человечески, что-то делает, да, и всё. Вот. И казалось бы, всё хорошо, ничего нет, условно говоря. Но, тем не менее, тем не менее, вас это тревожит, вас это, как-то вот, как-то вот вас это будоражит, я бы так сказал, будоражит вас это. Ну, непонятно, чем. Дальше. Так. Мой парень, даже не смотрю на несколько дней назад, разговаривал с ним и сказал, что это причина для ревности. Блять, если бы человек звонил мне, чтобы я пешком пришел на работу. Я бы не сказал, что это не причина для ревности, а отсутствие причины для ревности, для ревности, немножко, ну, немножко в другом. Не в том, что вы описываете. То, что вы описываете, к сожалению, к сожалению. И есть причины для ревности. Потому что, я бы сказал, что возможно, возможно, все-таки причины для ревности у мужчины есть. Потому что, есть ваш интерес к этому человеку. Я бы сказал, дай Бог, чтоб все так и было. Я бы сказал, что он любит свою невесту. Она эту невесту любит, почему так странно ведет себя. Подскажите, а для чего вам это все нужно? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь на обратную связь. Иicia. Подскажите,VIDめて, Горде. И ЕвгENS. Погуб eines Patricia debate.